18 ноября в здании администрации прошло заседание постоянных депутатских комиссий планово-бюджетной, по налогам, финансам и инвестиционной деятельности, по вопросам комплексного развития города, по вопросам законности, правопорядка, а также социальным вопросам. Администрация в настоящее время проводит работы по цифровизации генерального плана и правил землепользования и застройки. То есть все карты будут цифровизованы, территориальные зоны будут цифровизованы. После 2024 года разрешения на строительство будут выдаваться только при наличии оцифрованных границ населённых пунктов и территориальных зон и самого генерального плана. Таковы изменения в градостроительном плане. О том, какую работу уже удалось провести по этому направлению, решено уточнить у главы Десногорска направлением депутатского запроса. Было понимание в городском совете, как эта работа ведётся, на каком она этапе, и когда она планово должна быть завершена. За 9 месяцев 2020 года бюджет Десногорска по доходам был исполнен в размере 497,9 миллионов рублей, что составляет 72,5% от плановых значений. Расходы исполнены на сумму 455,6 миллионов рублей, что составляет 69,5%. Профицит – 42,3 миллиона рублей. При плановом дефиците – 19,8 миллионов рублей. По данному фонду повестки мы не принимаем никаких решений. Данный отчёт мы заслушиваем, принимаем сведения. Важной темой обсуждения стал ремонт класса хореографического отделения Десногорской детской музыкальной школы имени Глинки. На сегодняшний день имеется дефектный акт, подтверждающий необходимость косметического ремонта помещения. В данный момент идёт составление сметы на предстоящие работы. Помещению требуется косметический ремонт, но ни в коем случае помещение не признано аварийным и не несёт угрозу жизни и здоровья детей, занимающихся хореографическим отделением. Некоторые участники заседания видят необходимость во внесении изменений в региональный закон о межбюджетных отношениях в Смоленской области. Согласно документу, в бюджет Десногорска подлежит отчислению налог на доходы физических лиц в размере 7%. Предложение повысить до 25%. Инициатива направлена на доработку. Мысль очень хорошая, мысль правильная. Но с ним она очень трудно, поверьте мне. Поэтому вот эта копия ломать, которая здесь сейчас, да, нужно проработать документ как следует. И так, можно это сделать. Изучение деятельности банного комплекса «Латона» и разработка предложений по её оптимизации – задача рабочей группы, которая была сформирована в марте текущего года. Своё заключение о проведённой работе группа в составе 8 человек должна была предоставить до 1 ноября 2020 года. Проверка, и что надо сделать, чтобы она... Типоле о развитии. Кто вам сказал? Вот. 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 Результат рабочей группы по вопросу оптимизации деятельности банного комплекса «Латона» на данном этапе признан неудовлетворительным. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.